Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня я с вами поделюсь рецептом торта день и ночь. Рецепт этого торта я нашла в своей старой кулинарной книжке. Для этого торта нам понадобятся два бисквита. Один белый, а другой шоколадный бисквит. Для белого бисквита понадобятся следующие ингредиенты. Яйца, которые я заранее разделила на желтки и белки. Мука, крахмал, сахар, ванилин, разрыхлитель, сок лимона и нам еще понадобится смесь молока со сливочным маслом. Эта смесь нам понадобится в теплом виде, поэтому я ее поставила в горячую воду. Вот таким образом. В момент, когда мы ее добавим в тесто, ее температура должна быть приблизительно 37-40 градусов. Сначала подготовим сухую смесь. Заранее просеянную муку добавлю крахмал, у меня кукурузный крахмал, добавлю 1 чайную ложку разрыхлителя и ванилин. Эту смесь хорошо смешаем и оставим в сторону. Сначала взбиваем белки до пышной белой пены. Вот такая белковая пена получилась. Теперь сюда добавлю сок лимона. Около 1 чайной ложки. И постепенно буду добавлять сахар. После того, как добавили весь сахар, взбиваем белки до пышных плотных пиков. Вот такие взбитые белки у меня получились. Миксер нам больше не нужен. Теперь в белки добавлю 1 столовую ложку мучной смеси. И смешаю аккуратно лопаточкой. Это делается для того, чтобы стабилизировать белки. Теперь по одному добавляем желтки. И перемешиваем аккуратно, недолго. Теперь добавляем мучную смесь. Обязательно еще раз нужно просеивать. Перемешиваем аккуратно, снизу вверх. Добавляю оставшуюся муку. Теперь в эту масляно-молочную смесь добавлю 2 столовые ложки теста. И аккуратно смешаю. Эту массу возвращаю обратно в тесто. И смешаем аккуратно. Тесто уже готово. Получилось вот такое гладкое, однородное тесто без комочков. Я подготовила форму. Дно формы покрыла пергаментной бумагой и залю тесто в форму. Бумагу ничем не смазала. Если вы сомневаетесь в качестве вашей пергаментной бумаги, то можете смазать растительным или сливочным маслом. Тесто аккуратно распределяю по форме. Хорошо разровняю, чтобы корж был ровный. Печем бисквит в заранее разогретой духовке. Температура духовки 180 градусов. Нам понадобится приблизительно 15-17 минут. Но опять же посмотрите по своей духовке. Они у всех разные и пекут по-разному. Первые 15 минут духовку не открываем. Потом можно посмотреть готовность бисквита шпажкой. Шпажка вышла сухой, значит бисквит уже готов. Белый бисквит уже готов. Сниму на доску и дам остыть. Бисквит получился. Он очень мягкий, пушистый, ароматный. Дам остыть. Аналогичным способом приготовлю шоколадный бисквит. Здесь только 30 грамм муки заменила какао-порошком. Возьмите какао-порошок хорошего качества. От этого зависит цвет вашего бисквита. Я взяла алкализированный какао-порошок. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Шоколадный бисквит уже готов. Сниму на доску и дам остыть. Вот такой бисквит получился. Тоже очень мягкий и очень ароматный. Пока остывают коржи, приготовим крем. В моей кулинарной книжке к этому рецепту идёт простой масляный крем. То есть сливочное масло и сгущённое молоко. Но так как у меня есть немножко заварной основы, я хочу её использовать в этом креме. И ещё я взяла немножко какао-порошка. Какао-порошок алкализированный и очень ароматный. Конечно же, ещё нам понадобится ванили. Сначала взобьём сливочное масло комнатной температуры, добила. Все ингредиенты для крема должны быть комнатной температуры. Масло вот так побелело. Теперь добавляем сгущённое молоко. Теперь добавляем ванили и оставшееся сгущённое молоко. Взбиваем. Начинаем по ложке вводить заварную основу. Если не хотите вводиться с заварным кремом, то крем для этого торта можете готовить только масляный. Просто сливочное масло и сгущённое молоко. На моём канале есть много рецептов кремов. Ссылки на них найдёте в описании под этим видео. Вот такой пышный крем у меня получился. Крем вот так приблизительно поделю на две части. Одну часть переношу в другую посуду. И в эту часть добавлю какого-то порошка. Обязательно нужно просеять. И взобью. Шоколадный крем тоже готов. Это пока оставлю в сторону. Теперь у коржей нужно подровнять края. Вот такой очень мягкий бисквит у меня получился. Мелкопористый. И очень аромат. Из обрезков сделаю крошку. И потом украшу торт. Соберу торт. Я соберу торт в такой форме. Я заранее приготовила пропитку для торта. Здесь ничего сложного нет. Просто послащённая вода с лимоном. То есть в тёплой воде растворила сахар и добавила сок лимона. Такого цвета, потому что я добавила коричневый сахар. Можете взять простой белый сахар. В этот сироп можете добавить любые ароматизаторы. Коньяк, ром, ликёр. Всё, что пожелаете. Я сюда добавлю немножко коньяка. И пропитываю бисквит. Шоколадный корж промажу шоколадным кремом. Теперь, прежде чем поставить белый корж, я сниму вот эту розовую часть. Она легко отходит. Теперь поставлю белый корж. Пропитываю белый корж. Теперь крем. Я украсила торт очень просто и по-домашнему. Поставлю его в холодильник и оставлю там на ночь. Торт всю ночь пролежал в холодильнике. Сейчас порежу и посмотрим, как он смотрится внутри. Торт всю ночь пролежал в холодильнике. Торт очень мягкий. Очень красивые слои. Шоколадный бисквит, шоколадный крем, белый бисквит и белый крем. Я попробовала. Торт мне очень понравился. Он получился в меру сладкий, хорошо пропитанный, очень вкусный. Один небольшой совет. Если хотите, чтобы ваш торт был вкусный, обязательно для шоколадного бисквита возьмите хороший какао-порошок. Надеюсь, мой сегодняшний рецепт вам понравился. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Это будет ваш вклад в развитие моего канала. А я, как всегда, желаю вам удачного дня, отличного настроения, мирного неба и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!